Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня 6 января. Я поздравляю всех с прошедшим Новым Годом. Желаю всем здоровья, успехов, добра. Храни вас Господь. Так, и вопрос один и тот же появляется периодически. Чем я сейчас кормлю и пою свою птицу? Ну, вот раннее утро, может быть, освещение не очень, но вот близко показываю. Значит, здесь пшеница, а часть комбикорма, очень маленькая часть, ракушка. Так, это кормлю я так. Пою, вот у них стоят такие тазики. Сейчас уже гуси немножечко испачкали. Сегодня я дала йодинол. Йодинол на ведро даю где-то 2-3 столовые ложки. Это профилактика вирусных заболеваний. Но это не лечение. То есть, если птица болеет, йодинол будет как мертвому припарка. То есть, это просто профилактика. Какие профилактики сейчас даю? Не медикаментозные. Это йодинол и чесночную воду. Так как постоянно подтаивает, постоянно птица ковыряется в грязи и могут быть какие-то глисты податься. Но без признаков на то я глистов не травлю. Я делаю только профилактику чесночной водой. Как делать чесночную воду я тоже уже рассказывала. Кто-то не знает, повторю. На трехлитровую банку 4-5 зубчиков чеснока через пресс продавленные закрываем крышкой. Ночь стоит, утром даем пить птице. Так, ну вот меня тут активно клюет. Вот они, красотки стоят, клюют. Еще раз повторяю. Птица гуляет в любую погоду. В игула все открыты, вольеры. Кому не надо, тот не гуляет. Так что открывайте птицу. Вот сейчас такая промозглая погода. И с неба непонятно что. То ли дождь, то ли снег. Но тем не менее. У них есть куда укрыться, если им нужно. Вот к уткам подхожу. Куда укрыться есть, если что. Так что они сами знают, что им надо. Они умнее нас. Так, да у нас прибавление в хозяйстве. Добавилась вот эта белая гусынька линдовская. И вот там между двумя белыми гусями стоит серая крупная девочка. То есть одного мальчика мы обменяли на двух гусыньек. Я думала не оставлять гусей в зиму. Потом, в общем-то, подумала-подумала. В общем-то, они не хлопотные. Не так уж они громко орут. Зимой дачников никого нет. Соседи у нас все далеко. Ну, во всяком случае, до весны мы их пока оставили. Возьмем с них яйцо. А дальше уже или будем убирать. То есть летом они, конечно, не будут. Это чисто вот на весеннюю яйцекладку я их оставила. Так, что еще? Ну вот, кеша мой. Основной производитель. Вот стоит. Ну, не знаю, видно или нет. Прям смотрю на экран, все темно. Но шоколадный селезень это от моего Веня, от француза. Вот он в перспективе будет работать. Вот такой красавчик. Но этого мальчика надо или продавать, или убирать. Потому что он начал ухаживать за молодками. А молодки его родные сестры. То есть он нам не годится для племенной работы. Соответственно, вообще очень мощный селезень. А я смотрю по груди. Грудь широкая. Я его только что стаскивала с утки. Он тяжелый. Хотя он сентябрьский. Уже у него начался гон. Конечно, во время гона они немножко худеют. Но, тем не менее, вес у него очень-очень даже интересный. Хороший мальчик. Хороший. Так, что еще? Ну, вот мы в Беломорище ходят. Вот самые общительные это индюки. Вот они вот, смотрите, я вокруг себя кружусь. И вокруг они меня в кольцо берут. И все. И вот она со мной разговаривает. Вот спина грязная. Это говорит о том, что ее топчут. Видите? Вот они со мной разговаривают. Стоят на меня, смотрят. Слушают. Умными глазами на меня смотрят. Такие молодцы. Так. Ну, в общем-то, кормлю зерно. Еще раз повторяю. На ведро. Вот давайте так. На ведро. Значит, я две трети насыпаю зерна. Одну треть комбикорм для несушек. Добавляю растительное масло. Добавляю кормовые дрожжи. И добавляю ракушку. Растительное масло добавляю для связки. Чтобы вот эти все мои сыпучие порошочки, то есть ракушка и кормовые дрожжи, чтобы они к зерну прилипли, чтобы это не было отдельно в кормушке осыпалось все вниз. И все это под снегом пропало. Так. Пока так. Дальше. Дальше рацион будет меняться. Потому что будем готовить птицу к новому сезону яйцекладки. Там пойдет овес. Ну, в общем, я по мере продвижения скажу, что будет дальше. Овес обязательно водоплавающим. Так что, если у кого-то есть, можно заранее прикупить овес. Он будет нужен. Так. Ну, все. Еще раз всех с праздником. Сегодня Рождество в ночь. Всех поздравляю с Рождеством. Мои все пойдут на службу. Я не знаю, пойду, не пойду. Наверное, тоже пойду. Так. Всех с праздником. Всех благ. Храни вас Господь. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok